Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Как выполняются поручения главы республики по итогам прямой линии? Сегодня застоялась встреча министра образования с руководителями Института гуманитарных исследований. Поддержка участников СВО и членов их семей, поднятие престиза службы в армии. Эти и другие вопросы обсуждали сегодня в общественной палате. Увековечили имена подолпашинских казаков, награжденных Первой мировой войне. Мемориальные плиты установлены в Никольском соборе Черкеска. Сотрудники ГИБДД Хабецкого района провели рейдовое мероприятие с целью воспитания у водителей внимательного отношения к детям на дороге. На прямую линию с главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым поступили десятки вопросов, которые требуют оперативного вмешательства региональных властей. Так, сотрудник Республиканского института гуманитарных исследований попросил предоставить коллективу новое здание, где будут созданы условия для плодотворной деятельности. Нынешнее строение, расположенное по улице Пушкинской в Черкесске, не удовлетворяет запросам научных работников. По поручению главы Карачаева Черкесии Министерством образования и науки обращения было рассмотрено. Сегодня коллективу предложены варианты, один из которых будет реализован после Нового года. Хочу сказать, что эта работа уже проводилась учредителем данного института, администрацией непосредственно данного института гуманитарных исследований. Были осуществлены несколько выездов, рассматривались объекты, но сегодня конкретного решения по переезду, которое бы удовлетворено обе стороны, не принято. Рассматриваются еще дополнительные варианты. В ближайшие дни также будет осуществлен выезд на новые объекты, куда бы мог переехать институт гуманитарных исследований, будут изучены. Мы не исключаем возможность, что с нового календарного года институт переедет в новое здание, которое будет удовлетворять всех научных сотрудников, где будут созданы все необходимые условия для эффективной работы. Сегодня на заседании в общественной палате Карачаева-Черкесии обсудили меры поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей. Говорили о том, насколько важно повысить в молодежной среде прийти службы в армии. Еще большое значение имеет их участие в военно-патриотических организациях. Альбина Ламкова продолжит тему. Тема сегодняшнего заседания в общественной палате республики была значима не только для общественников. Она актуальна и по всей стране. Вопросы СВО и обеспечения их семей стоят в приоритете. Поэтому общественная палата и держит эту тему под контролем. Общественная палата много внимания уделяет данной теме. Мы собирали средства для семей и военнослужащих, и также средства для беженцев, выходцев из ДНР. Кроме этого, День матери, члены нашей общественной палаты, поздравляли наших мам, которые, соответственно, жен, мам, чьи, соответственно, сейчас дети, мужья находятся и выполняют свой долг. По инициативе нашего с вами главы региона Рашида Борисбевича было очень много принято мер поддержки как семей, так и непосредственно и военнослужащих. Обсуждали вопросы по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, представителей исполнительной власти и законодательной. Активную работу в этом направлении ведет региональный всероссийский штаб, общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии. Я даже не думаю, я знаю то, что у нас в республике абсолютно все семьи не только мобилизованных, но и в целом военнослужащих нашей республики находятся под социальной опекой в каждом районе, по поручению главой республики, бытовыми вопросами, психологическая поддержка, юридические консультации. Все это общий объем работы, который на сегодняшний день в полной мере помогает семьям в сложившейся ситуации. Большую работу проводят в повышении престижа службы в армии и в молодежной среде. Дети привлекаются в военно-патриотические организации. Об этом подробно рассказала министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Работа не останавливается. У нас совместный дальнейший план по устранению дефицитов, которые мы обнаружили в образовательных организациях. И эту работу будем проводить в том числе совместно с парламентом, с нашим сенатором, который готов оказать посильную помощь. Альбина Ламкова, Алиб Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Печальная весть. Ушел из жизни наш коллега Муаэт Мухаммедович Харатоков. Более 40 лет он посвятил активной трудовой деятельности в коллективе радио ГТРК Карачаева-Черкесия звукорежиссера. Десятки лет Муаэт Мухаммедович обрабатывал голоса, записывал программы. Работать приходилось тщательно и подолгу, чтобы эфир не проникли никакие погрешности. Муаэт Харатоков стал учителем для целого поколения молодых сотрудников радио. Коллеги его помнят как грамотного специалиста, отзывчивого человека, большого интернационалиста. За многолетний добросовестный труд Муаэт Харатоков был награжден грамотами ВГТРК и правительства республики. Ветерану труда 4 марта исполнилось 80 лет. В Никольском соборе открыли мемориальные плиты казакам станицы Потолпашинской. Было увековечено 130 имен, из них 7 полные кавалеры. Они были награждены георгиевскими крестами и медалями за боевые заслуги в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Работа проделана большая. Историки Потолпашинского исторического общества выписали эти имена, затем мастера изготовили шесть плит на средства спонсоров, рассказал священнослужитель Никольского собора и иерей Александр Гурин. Мемориальные плиты установлены и в Никольском храме станицы Староживой награжденных казаков, участников Первой мировой войны, уроженцев станицы. Их было 83 человека. Нужно сказать, что эти плиты будут находиться в музее все время. Надеемся, что это не только будет место притяжения для туристов и паломников, но и просто место уединения для молитв. Иногда просто человеку требуется взять с кого-то пример, послушать какую-то живую историю. А над этими историями уже работает наше историческое общество. Нужно дальше восстанавливать их биографии, узнавать о них больше. Вот что с ними было после Великой войны, Гражданской войны. И среди них тоже очень много героев, которые впоследствии пострадали за свои убеждения. Казаки были репрессированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2 плюс 3. Днем 11-16 градусов выше нуля. В горах местами до плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1. А днем 11-13 градусов тепла. 5-8-5 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас. Скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Хабецким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении жителя аула Адельхалк Ногайского района, подозреваемого в убийстве мужчины. По данным следствия, вечером 15 декабря 2022 года подозреваемый, находясь в ауле Адельхалк, выстрел из имеющегося у него ружья в своего племянника. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения. К расследованию уголовного дела незамедлительно подключились криминалисты Следственного управления и сотрудники уголовного розыска. Благодаря грамотным, спланированным и проведенным следственным действиям оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан в порядке ст. 191-92 Уголовного прессуального кода с Российской Федерации. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъятые предметы, имеющие значение для дела, однозначные необходимые экспертизы, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Согласно утвержденному графику, временно исполняющий обязанности начальника госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Смаил Шаханов провел личный прием граждан. Со своими проблемами, касающимися компетенций ГИБДД, к руководству управления обратились трое жителей республики. Обращения были связаны с обеспеченными безопасностью дорожного движения и несоблюдением участниками дорожного движения правил парковки. Смаил Шаханов внимательно выслушал обратившихся и дал необходимые разъяснения непосредственно в ходе общения. Ответственным отделам госавтоинспекции даны указания разобраться в вопросах, поступившись от граждан, и направили ответы заявителям. Ход и сроки исполнения поставлены на контроль. Не гоните водителей, вы ведь тоже родители. Сотрудники ГИБДД Хабецкого района вместе со школьным патрулем провели рейдовое мероприятие с целью воспитания у водителей внимательного отношения к детям на дороге. Фатима Даурова присоединилась к акции. Работа начинается с раннего утра, когда дети приходят к началу совместного рейда вместе с учителями. В таких мероприятиях участвуют и инспекторы по пропаганде. Они проводят разъяснительную работу с теми, кто нарушил правила дорожного движения, либо допоминают водителям о безопасности. Центральная улица Аула Хабец, носящая имя Героя Советского Союза Умара Хабекова, проходит через весь населенный пункт и является самой оживленной с точки зрения пешеходной и автомобильной проходимости. Поэтому сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения выбрали именно это место для проведения профилактического мероприятия. Добрый день, уважаемый водитель! Мы сегодня проводим профилактическое мероприятие, называется «Внимание, дети!». Сегодня мы с учащимися вышли обратиться к водителям транспортных средств и напомнить о неукосительном соблюдении правил дорожного движения, чтобы вы были внимательны перед пешеходным переходом, особенно в темное время суток, когда пешеходы бывают незаметными. К сожалению, у нас численность дорожно-транспортных происшествий сейчас очень большая, причащая в Черкесии. Чтобы снизить это количество происшествий, мы сегодня к вам обращаемся с призывом соблюдать правила дорожного движения, вручить вам памятку. Я вам включаю памятку. Соблюдайте правила дорожного движения, пропускайте пешеходов. Спасибо. Я со Ставропольского края. Правила дорожного движения нужно неукоснительно соблюдать, потому что это безопасность пешеходов, безопасность водителей. Поэтому только соблюдение правил дорожного движения приведёт к целости и сохранности всех участников дорожного движения. Юные инспекторы движения, участвуя в этой акции, в очередной раз напомнили водителям о безопасности на дороге. Ребята раздали автолюбителям памятки с простыми, но важными правилами, которые нужно, несомненно, соблюдать. Ватима Дорова, Зарема Карданова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Выставка «Снежка» предлагает новую коллекцию меховых изделий. В Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8, завтра открывается грандиозная выставка продажа шуб со скидками до 30% и завершится на 21 декабря. Светлана Шаганова расскажет подробнее. На выставке «Снежка» огромный выбор шубок для милых дам. Даже самая капризная девушка найдет себе по вкусу идеальную из огромного количества вариантов. Если вас интересует качество меховых изделий, тогда вам обязательно нужно посетить «Снежку» и примерить любую понравившуюся модель. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. И приглашаем как жителей, так и гостей города на нашу ярмарку норковых шубок. Огромный выбор, более тысячи моделей, различных фасонок, длинных, цветах. Любую шубку можно приобрести в рассрочку, но в самых выгодных условиях от 6 до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты. Приятным бонусом, конечно же, будет меховой жилет в подарок. Самая приятная новость, то что мы снизили цены в самый разгар мехового сезона. Скидки до 30% на весь ассортимент. У каждой шубки имеется электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю изделия. Все наши изделия российского производства сертифицированы и чипированы. На каждой шубе имеется такой чип. Каждый покупатель при желании может с помощью обычного телефона проверить историю и все характеристики данной шубки. Администратор Анна поможет выбрать из огромного ассортимента то, что подходит именно вам и подскажет условия рассрочки. При оформлении именно этой жемчужной норковой шубки в рассрочку платеж ежемесячный составит всего 4300 рублей. Роскошный жакет в цвете пастель обойдется для вас всего 3200 рублей в месяц. Популярная модель трансформер в черном цвете ежемесячный платеж составит 3500 рублей в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка будет работать в Центре развития предпринимательства по улице Горького 8 с 9 утра до 8 вечера. Все дни для вас доступны скидки, рассрочка на три года без первоначального взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Светлана Шаганова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Хороших выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин